добрый день сябры приветствую вас на канале счастливый садовод лилия удивительно красивый цветок с приятным ароматом цветение лилии завораживает но чтобы лилии действительно порадовали нас пышным цветением необходимо обеспечить правильный уход за этим прекрасным цветком сейчас перед вами цветение моих лилий в 2021 году и этим лилиям второй год ну согласитесь великолепное цветение поверьте у вас тоже получится вырастить великолепные лилии но есть несколько условий успеха о которых я вам с удовольствием сейчас расскажу самое важное и самое главное условие это посадка лилий в правильный грунт да это так конечно все знают что лилии любят рыхлые правда плодородные почвы но для лилий очень важен ph в почве например для восточных гибридов важен слабокислый и даже кислый почвенный состав а трубчатые лилии наоборот предпочитают слабощелочные почвы азиаты и лагибриды больше любят нейтральные почвы остальные группы лилии предпочитают плодородный слабокислый почвенный грунт от этого зависит и уход за лилиями если неправильно подобрать состав почвы для лилий никакие удобрения не дадут вам красивого цветения лилий для наращивания зеленой массы растению необходимо достаточное количество азота иначе крепкой и пышно цветущей лилии вы не получите первую подкормку провожу когда лилия покажется из земли ну вот где-то на 10-15 сантиметров трубчатые лилии поливаю кальциевый селитрой остальные лилии проливаю кам карбамидом ну или мочевидной он чуть-чуть подкисляет почву а кальциевый селитра наоборот почву раскисляет и в первом варианте и во втором беру 20 грамм на 10 литров воды под каждую луковицу выливаю где-то 3 литра раствора и важный момент перед тем как внести удобрение лилия поливается чистой водой ну где-то вот я выливаю литров 5 потом проливаю нашим составом с удобрениями 3 литра и еще литра 3 после этого наливаю сверху это нужно для того чтобы предупредить ожог луковицы но если вы не знаете какой группе у вас относится лилия подкормите лилию просто по листу комплексным удобрением водорастворимым с повышенным содержанием азота сразу после подкормки самой первой подкормки мульчирую почву вокруг лилии подойдет солома свежескошенная трава а восточные гибриды я вообще мульчирую кислым торфом мульчирование это для лилии ну вот просто обязательно вы знаете вот для лилии и в целом для луковичных растений очень вреден перегрев почвы он нарушает протекание биологических процессов ну вот хорошо лилии азота мы покормили через две недели к этому моменту стебель уже будет у лилии где-то сантиметров 20-30 кормлю лилии по листу комплексным удобрением я беру зеленый кристаллон с формулой 18 азота 18 фосфора 18 калия плюс микроэлементы беру 20 грамм на 10 литров воды им можно покормить под корень но я предпочитаю внекорневые подкормки поэтому кормлю по листу как только появились первые признаки бутонов у лилии покупаем удобрение монокалий фосфат 30 грамм на 10 литров воды разводим и подкармливаем лилии либо под корень либо по листу это уже как вам удобнее я кормлю повторяю я кормлю по листу через две-три недели уже у лилии будут ну такие можно сказать ну вот вот крупные крупные бутоны еще не распустившиеся зеленые но уже крупную крупные я снова кормлю монокалием фосфатом 30 грамм на 10 литров воды это нужно для красоты цветка лилии во время цветения лилии не кормлю вот просто любуюсь их красотой и этой красотой с удовольствием делюсь с вами друзья после цветения обрезаю отсветшие бутоны но очень важно стараться максимально сохранить стебель с листом для созревания луковицы вот я обычно обрезают только отсветшую шапку а стебель с листом остается сразу после цветания кормлю луковицу сульфатом калия 20 грамм на 10 литров воды а через месяц наношу кали магнезию 20 грамм под каждый куст лилии друзья если кому-нибудь покажется что слишком много подкормок что это все очень хлопотно очень сложно есть выход тогда купите удобрения пролонгированного действия и добавьте в почву это сэкономит ваше время но мне нравится держать на контроле весь процесс вегетации лилии поэтому я вам уже рассказала как я кормлю лилии но если вы очень редко бываете на даче если вам ну не хочется возиться с этими опрыскивателями удобрениями купить удобрение пролонгированного действия она будет постепенно отдавать питательные вещества лилии и вы получите красивое цветение лилии обращаю ваше внимание на то что свежий навоз вносить под растение категорически нельзя это вызовет ожог корней и ожог луковицы и целом болезни луковицы и как следствие скорую гибель всего растения кроме того популярное у садоводов органическое удобрение зола я бы его рекомендовала только для трубчатых лилий потому что зола раскисляет почву а мы уже знаем что лилии в большинстве своем любят слабокислую почву где-то ph 5 1 до 5 5 и если с подкормками мы себе жизни можем упростить и купить удобрения пролонгированного действия и все забыть о подкормках и не будем кружить мы вокруг лилии то без профилактики болезни и вредителей ну никак многие знают что я занимаюсь выращиванием роз у меня в коллекции более 300 сортов я вам хочу сказать что даже розы порой не так болеют как болеют лилии к ней болезни цепляются ну ну вот просто постоянно то серая гниль то фазриоз то ботрикс то еще какая-нибудь неприятность поэтому лучше обеспечить профилактику чем потом лечить лилии ну и прежде всего никакого навоза свежего каждый месяц от начала вегетации до осени проливаем почву под лилиями раствором фитоспорина когда лилия покажется из земли на 30 сантиметров обрабатываем обига пик 20 миллилитров на 10 литров воды как только сформируются бутоны используем препарат медея 10 миллилитров на 10 литров воды и после цветения обрабатываю препаратом тиовид джет 30 грамм на 10 литров воды а теперь несколько слов о вредителях лилий кто только из вредителей не пытается создать нам проблемы и и лилейная муха и лилеевый жук и даже просто тля и другое огромнейшее количество вредителей поэтому как только стебель вырос на 20-30 сантиметров из земли обрабатываем октарой 8 грамм на 10 литров воды появились бутоны я использую препарат фитоверм 20 грамм на 10 литров воды за неделю до цветения обрабатываю препаратом батрайдер 20 миллилитров на 10 литров воды а после цветения вы уже знаете я использую тиовид джет так вот он хорошо и от болезней и от вредителей помогает нам ну вот это мой комплексный уход за лилиями с одной стороны мне чуть проще потому что у меня растут розы ухаживая за розами очень легко приспособиться и график ухода за лилиями приспособить и как-то их синхронизировать поэтому кормлю розы тоже переключаюсь на лилии обрабатываю розы переключаюсь на лилии вот но мне и сложнее потому что нужно ничего не забыть ничего не упустить и самое главное не перепутать где восточные гибриды где лагибриды где логибриды где от гибриды где трубчатые лилии потому что вы видите что все таки уход отличается ну что друзья я желаю вам прекрасного сезона а на сегодня у меня все до свидания